Поздно спорить о качестве фейерверка, находясь в трампункте. Петарды и хлопушки накануне самого шумного праздника в году по-прежнему рекомендуют покупать в специальных магазинах, где обеспечены все условия хранения. Да, возможно, за качество придется переплатить, но здоровье и жизнь потом уже не купишь. Так как это товар специализированный, соответственно, его нельзя покупать с рук, его нельзя покупать в несанкционированных местах, то есть это какие-то маленькие прилавки и прочее. Все-таки у нас есть большие точки, которые как раз занимаются реализацией такой продукции. Это крупные супермаркеты и специализированные магазины. Кроме того, сотрудники таких магазинов должны знать инструкцию каждому товару и уметь доступно рассказать о нюансах каждой петарды или фейерверка покупателю. Еще одно требование, которое необходимо все-таки, это посмотреть сам товар. То есть на наличие дефектов каких-то. Такие, конечно, товары приобретать не рекомендуется. Еще одно из требований, конечно, это требование к маркировке этого товара. То есть, соответственно, какая информация должна доноситься до потребителя. Это о производителе в обязательном порядке, о классе опасности этого товара, о сроке годности, о правилах безопасного использования, инструкции и прочее. То есть такая информация в обязательном порядке должна доводиться на упаковке. Купив хлопушку, стоит позаботиться и об условиях ее хранения. Нужно запомнить несколько основных моментов. Держать фейерверк подальше от обогревателя или батареи. И, конечно же, сделать все возможное, чтобы петарды не смогли достать дети. Использование пертехнических изделий производить строго в соответствии с их инструкцией по применению. На безопасном расстоянии от массового скопления людей и зданий. Запрещается использовать пертехнические изделия над деревьями, линиями электропередач и вблизи легковоспламеняющихся предметов. Ежегодно неправильное использование фейерверков может превратить праздник в настоящую трагедию. Зачастую пиротехника становится и причиной пожара в домах забайкальцев. Эль Шат Сафаров, Екатерина Бакшеева, Антон Носов, Анатолий Тюльнев. РТК «Забайкалье».